Жительница дома номер 5 по улице Международной Вера Черноволова показывает коммунальные квитанции. По ним выходит, что лампочка в подъезде стоит дороже, чем все вместе взятые электроприборы в ее квартире. Я не понимаю, как производится расчет по начислению за электроэнергию по подъезду и подвалу. У меня, например, ну пусть я не зрячая, пусть у меня в квартире, у меня оплата за квартиру меньше, чем оплата за подъезд и подвал. Вот у меня 207 рублей оплата, да? Это сколько мне надо киловаттов было нажить, чтобы получить эту сумму. С такой же проблемой столкнулись и другие жильцы дома, большинство из которых, к слову, инвалиды по зрению. Раньше за общедомовые нужды платили по квадратуре, выходило дорого. Поставили счетчик с надеждой, что так будет выгоднее. Оказалось, нет. Как считает старший по дому, причина в том, что не все жильцы сообщают показания своих приборов учета в управляющую компанию. Многие считают так. Я иду платить за квартиру, все это ничего. А они мне объясняют так, управляющая компания, что мы берем с общего счетчика, что у вас показало, потом даете управляющую компанию, они отымают с управляющей компанией, с общего счетчика, что остается, раскидывают на подъезд и подвал. Получается, что те, кто добросовестно предоставляет показания счетчика, по итогу платят не за набежавшие киловатты, а за чужую безответственность. И договориться с соседями пока не получается. Собственно, поэтому жильцы и обратились на телевидение. Может, говорят, хоть так достучимся. Я хотел бы обратиться к жителям Международного 5 дом. Убедительно прошу их, чтобы они ежемесячно подавали данные с 23 по 29 число. Если они не будут подавать, мы, может, даже и больше будем платить. Ну а мы, в свою очередь, для пущей убедительности обратились в управление жилищно-коммунального хозяйства в мэрии Черкесском. Там пояснили, что своевременная передача достоверных показаний индивидуальных приборов учета жильцами способствует объективному начислению платы за общедомовые нужды. Игнорирование же, наоборот, приводит к необоснованному увеличению суммы за ОДН. Бывает, что собственники помещения не предоставляют показания индивидуальных приборов учета. То начисление оплаты за пользование общедомовым имуществом, так называемые общедомовые нужды, ОДН в квитанции, производится по нормативу, с применением норматива потребления, что получается значительно выше. И дело в том, что они же делают хуже себе в первую очередь. У них счетчики стоят, а начисления производятся по нормативу, понимаете? Ну, как бы, немножко абсурдная ситуация. Одно дело, если бы не было счетчиков, там, понятно, применяется норматив потребления. А если счетчик, если человек просто не хочет почему-то давать показания, ну, как бы, это не очень поддается логике. Мария Клокова, Михаил Каракелян. Итоги недели.